Когда в России появился калибр 345ТК, то писали и говорили, что этот калибр практически идентичный 9х19, такая же баллистика, все то же самое, даже размеры такие же. Разумеется, мне было интересно узнать, что это за новый калибр, я начал его тестировать, и уже после первого магазина я был очень удивлен, что на двух одинаковых образцах CR9 и Saiga 9 отдача ощущается совершенно по-разному. Сначала я даже подумал, что это разные карабины, но при очень внимательном рассмотрении оказалось, что карабины практически ничем не отличаются, кроме небольших габаритов патроника, и во всем остальном они были абсолютно идентичны, а это значило, что калибр 345ТК имеет меньшую отдачу. И там, где обычный человек не увидит ничего, спортсмен увидит возможность получить халявное преимущество. Итак, этот ствол стал для меня определенным вызовом, именно техническим вызовом. Дело в том, что мне, как и любому другому спортсмену, хотелось получить дополнительное преимущество благодаря техническому превосходству. Резервов для совершенствования не так уж и много. Конечно, эргономика дело важное, но что еще? Очень здорово, что с самого начала этот карабин был сконструирован под магазины от Сайги 9 или Витязя. Это 30-ти зарядные, надежные магазины, которые очень доступны. Потерял не жалко. Вместо традиционной кнопки на карабине установлен небольшой рычажок. Это требует определенного привыкания, но в принципе несколько тренировок, и ты уже забываешь про этот элемент. Еще одна вещь. Не скажу даже, что это какая-то особенность. Как и любой новый карабин, он всегда имеет какие-то детские болезни. И у 509 ТК, конечно, этих болезней хватало. Причем было очень интересно. У некоторых этот карабин не работал совсем, а у других он работал практически безупречно. Ребята, которых я тренировал, тоже сталкивались с этим, так сказать, феноменом. У одного, кстати, 2000 выстрелов не было ни одной проблемы, а потом раз и начались одна за другой. На моем карабине несколько раз были перекосы в самом начале, но после доработок он стреляет очень надежно. По технической части также замечу, что на карабине шахта приемника магазина уже с самого начала имеет расширение. Это расширение шахты, не пластиковая накладка, а просто часть конструкции ловера. Кстати говоря, ТК-509 имеет определенные преимущества перед обычными арками. У него рукоятка перезаряжания находится сбоку, а это, вообще-то говоря, удобней. На обычных арках рукоятка перезаряжания находится вот здесь, сзади. И если вы вложены, и вам надо дослать патрон, избавиться, например, от перекоса, или есть какая-то другая необходимость, то вам при перезаряжании нужно будет убирать лицо, и потом только досылать патрон в патронник. Здесь же такой проблемы нет. Вообще, это не только привычка от автомата Калашникова, но, в принципе, удобнее манипулировать, если у вас есть рукоятка под рукой сбоку, а не сзади. Сейчас этот конкретный карабин находится в мытищах в магазине Rus Defense, и он там продается. Поэтому, если вам интересно узнать, что там еще продается, и что сколько стоит, то переходите по ссылке в описании. Как говорится, дорабатывать, так дорабатывать. В этом карабине сделано, ну, буквально все. Доработанные УСМ, отполированные, хорошо работающие, на невыпадающих закрепленных пинах, и, конечно же, вы уже обратили внимание на цевьё от Custom Guns. Супер ухватистая, и я впредь буду устанавливать цевьё именно такой формы. Они очень удобны для удержания. А на конце ствола установлен один из самых эффективных дульников. И, как водится, тюнинг по своей стоимости превышает стоимость всего карабина. Последние годы на Аэроплатформу делаются самые разные буферные решения. От наборов пружин до гидро- и газовых буферов. Учитывая, что в России зимой-морозы, я поставил регулируемый и очень навороченный гидробуфер. Но не все так просто. Его работу нужно обязательно согласовать с остальными подвижными частями. Для этого я заморочился настройкой масс свободного затвора, настройкой пружин, регулировкой скорости движения затворной группы. Нужно было добиться того, чтобы с одной стороны скорость группы была достаточной для досылания следующего патрона, при надёжной экстракции стрельной гильзы. С другой стороны, сделать скорости минимальными для мягкости работы. Но главное преимущество, которое дала мне именно эта арка, это патрон. Он в серийном исполнении 7,5 граммов является наиболее мягким. Мягче, чем те же стандартные для практики Барнаул и Тула 115 грейн. Вот тут-то и был дополнительный потенциал, чтобы сделать супер-мягкий спортивный инструмент. Что у меня и получилось в итоге. Среди всех стволов, из которых я стрелял, этот является самым мягким и самым стабильным. Настолько мягким, что сравним со страйкбольным приводом. Сочетание сложного гидробуфера, пружин, тонкой настройки и, конечно, мягкого патрона оправдали все мои ожидания. В некоторых странах Европы и США патроны частенько снаряжают. В том числе и для экономии, но и не только. Также для того, чтобы подобрать сугубо правильный патрон под свои задачи. В России с этим посложнее. И вообще перспектива сходить в магазин и купить там мягенькие патроны, которые идеально подходят для соревнований. И при стрельбе с которыми без всякого тюнинга ствол бросает меньше, это прикольно. Вот так вот мы добрались до середины списка моих любимых стволов, которые я выбирал для самого себя и своих предпочтений. Осталось еще три штуки. И, как говорит наш общий знакомый, I love you and I see you next time.